Именно цены являются темой, которая в наибольшей степени беспокоит население. Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной. Среднесрочная задача определена. Инфляцию необходимо удерживать в пределах 5%. Но это общая цифра. На уровне личного восприятия инфляция у каждого своя. Человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 6-8 товарам, позициям товаров и услуг своего ежедневного спроса. И обратите внимание, ведь эти 6-15-20 позиций зависят только от нас сами. Это продукты питания. Мы кричим, хвастаемся на весь мир, что мы обеспечили свой народ и экспортируем аж больше 5 миллиардов долларов. Сельскохозяйственной продукции. И это правда. Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин заигрались в рынок и демократии в экономике. Я повторяю в последний раз правительству и особенно Министерству торговли, антимонопольному нашему министерству и профсоюзам, которым я поручил контролировать от имени народа ценообразование. Выбирайте любой путь. Но жалоб людей на непомерный рост цен на эти 20 позиций, от которых зависит жизнь, прежде всего малообеспеченное население и наших пенсионеров, цены должны быть приемлемыми. Видите ли, боимся, что нас будут критиковать где-то на востоке или на западе за то, что мы неправильными методами. Мы регулируем цены, проводим политику ценообразования. Да плевать, что про нас скажут там. Важно, что скажет собственный народ про нас. Поэтому, если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать. Мы должны обязательно разобраться по каждой конкретной группе товаров. Глубоко вникать в порядок формирования цены на всех этапах и выяснять, чем вызван этот рост. Если кто-то пожаловался, ну, хватает начальников и умных, толковых экономистов, которые могут посчитать любую цену и посмотреть, рентабельна ли эта цена для торговли и товаропроизводителей.